Здравствуйте, уважаемые друзья! Я выступаю 8 июня в 16.30 по Алматы, накануне дня выборов, 9 июня. Я специально называю время, дату, для того, чтобы опровергнуть те слухи, которые распространяет власть. Сегодня мне написали в инстаграм, что якобы власть распространяет слухи о том, что меня якобы убили в Париже. И поэтому я точное время и дату говорю, чтобы было понятно, что это очередная ложь, распространяемая властью. Власть так часто этот прием использует. Для меня, конечно, это загадка, как можно так открыто лгать, чтобы буквально через короткое время все это опровергнуть. Ну, собственно, даже я не понимаю, как, например, то же самое Назарбаев в феврале выступал и говорил, что ничего досрочного не будет, досрочных выборов не будет. Все будет по Конституции, по закону. А буквально через три недели, 19 марта, в 19 часов дня, он заявляет о своей отставке и через короткое время объявляются досрочные выборы. То есть, называется, его утверждение продержалось буквально несколько недель. И, конечно же, это не вызывает доверия к существующей власти ни к одним их заявлениям. Более того, каждый раз, когда они делают те или иные заявления, что девальваться не будет, что все в порядке, надо показывать практика, встревожиться. Если эта власть заявляет, что все будет хорошо, значит, жди беды. Поэтому, я думаю, что важно было сегодня сообщить в очередной раз, что со мной все в порядке, я живой и продолжаю работать, добиваться смены этого преступного политического режима. Уважаемые друзья, соотечественники, завтра очень важный день, очень важный день для нашей страны. Никогда в истории нашей страны не было именно такой ситуации, чтобы мы могли бы сказать, это очень важный день. Это определяющий день для судьбы нашей страны. Это важный день для каждого из вас. Именно завтра, именно завтра вы можете сделать правильный шаг, чтобы добиться перемен, которых вы ждете 30 лет. Вы 30 лет ждете перемен, и вы надеетесь, что вот они завтра наступят. Но они не наступят без ваших решительных действий. Завтра выборы президента. Я знаю, что существуют разные позиции. Кто-то говорит, что нужно бойкотировать, сидя дома. Кто-то говорит, что нужно прийти испортить бюллетени. Власть ни о чем не думает, она просто действует. Административным путем, путем нажима, путем фальсификации подписей, путем запугивания молодежи, бюджетных работников, предприятий, горнометологической отрасли, нефтегазовой. Это всех тех предприятий, которые находятся под контролем инсультана Назарбаева. Именно там происходят механизмы давления на тех, кто работает на этих предприятиях. Мы обладаем множеством аудио-видеозаписей, где преподаватели говорят студентам, что они должны пойти и кричать в поддержку Такаева. Они говорят, что они должны после выборов показать, что они проголосовали именно за Такаева. Снять бюллетень на телефон, сфотографировать и показать, что они нужную галочку поставили напротив фамилии Такаев. Таких нарушений много. И, уважаемые друзья, те, кто все-таки решил пойти на выборы, решил проголосовать, я думаю, что вы пришлете дополнение вот всем тем нарушениям, которые я озвучил, еще. И завтра таких нарушений будет множество. Никто в этом не сомневается. В нашу страну приехало свыше 1500 международных наблюдателей. Да, конечно, основная их часть представителей так называемых стран СНГ, которые будут, как показывает многолетняя практика, закрывать глаза. Они будут говорить, ну, в целом были какие-то нарушения, но, в общем, пойдет одним словом. А ОБСЕ и другие международные наблюдатели, представляющие Евросоюз или ведущие европейские и западные страны, они будут говорить, что выборы не в полной мере соответствовали стандартам и различным международным обязательствам, которые взял на себя Казахстан. Это была обычная практика, но это была обычная практика, почему? Потому что мы не боролись, мы молчали, мы терпели. Мы пользовались существующей судебной системой органов прокуратуры, которые заведомо принимали позицию, которая им приказывала эта действующая власть. По той причине, что именно эта власть назначает судей, назначает прокуроров и так далее. Сейчас, именно завтра у нас очень важный день, потому что мы впервые за всю историю, за всю историю 30-летнего так называемого независимого Казахстана имеем возможность совершенно по-другому выразить свой протест. Эти выборы нелегитимные. Я уже говорил почему, потому что даже простое решение, которое Назарбаев внес по различным поправкам действующей законодательства выборов, что якобы только те, кто 5 лет проработан на государственной службе, имеет право выдвигаться в президенты, нарушает собственно сам принцип конституции, когда все граждане страны равны перед законом. И тут получается, что перед законом более ровнее те, кто 5 лет проработал на государственной службе. То есть более 95% наших граждан лишены права, конституционного права, участвовать, именно выдвигать свою кандидатуру на оппозицию президента. Это нарушение самой конституции Казахстана, это нарушение международных договоров. Поэтому мы говорим о том, что эти выборы изначально нелегитимные. Международные наблюдатели, международные организации получили от нас подробный анализ, который сделал американский юрист. Очень известный, знаменитый американский юрист. Он подробно проанализировал все международные законы, которые подписал Казахстан, конституции нашей страны. И резюме очень простой. Все предыдущие выборы, все текущие выборы, которые проводил Назарбаев, они являются нелегитимными, незаконными. Соответственно, мы не должны тратить силы и время показывать фальшивые протоколы, которые, безусловно, подделает эта власть. Вы знаете, во многих избирательных участках уже убирают видеокамеры, чтобы их преступления не фиксировались. Чтобы можно было легче подделать протоколы. Поэтому власть нынешняя, преступная, найдет тысячу способов повторить все свои предыдущие манипуляции, фальсификации, что эта власть лживая, знают все. И нам никаких доказательств не нужно. Нам пришло время принять решение. Вы просто вдумайтесь. Нашей 18-миллионной страной руководит старенький Шал, которому 79 лет. Мне задают вопрос. Ну как можно этого Шала бояться? Он же немощный, он же слабый. Ну я комментирую, что народ боится не его, а полиции. Ну как, полиция же тоже получает мизер. Это же наши ребята, которые выросли из аулов. Они приехали в города, они живут даже у себя где-то в селах. Это же наши ребята, они так же живут, как и мы. Как так? Почему эта полиция не с народом? И я сегодня хочу часть эфира посвятить именно полицейским. Полицейским, которые действительно осознают, что они часть народа, что они дети этого народа, и что завтра решающий день, и от их позиций зависит многое. Я бы так сказал, что судьба страны. Уважаемые друзья, завтра, 9-го, затем 10-го числа, мы объявили об организации общенародного освободительного протеста в Босландах. 30 лет наша страна находится под гнетом Нурсултана Назарбаева. Одного человека и небольшой кучки его приближенных. Их не наберется даже 200 человек. С учетом акимов областей, его приближенные, которые контролируют власть, финансы и все прочее. Их даже 200 человек не наберется. Представьте себе, что эти 200 человек, как пиявки, сосут кровь 18-миллионного народа. И народ боится каких-то 200 человек. Вы задумаетесь? Мы должны это изменить. Завтра, тот самый день, когда на общенародном освободительном протесте Бостан-Дык, мы можем это сделать. Уважаемые полицейские, я знаю, что вам дали соответствующие команды. Хотя полковники, генералы, министр внутренних дел делают заявления, такие запугивающие, я бы так сказал, те, кто хочет добиться смены режима, о том, что якобы 9-го, 10-го числа до 12-го включительно полицейских будет 21 тысяч человек по всей стране. Но вдумайтесь, в нашей стране свыше 100 городов. И что такое 21 тысяч полицейских? Это 200 полицейских, считайте, что на один город. В среднем. Конечно же, Назарбаев сейчас считает ключевыми два города. Это Астана и Алматы. В Астане живет, по сообщениям этой власти, миллион человек. Чуть больше, как они говорят. В Алмате живет больше двух миллионов. И, конечно, они постараются именно там удерживать ситуацию. Я сейчас хочу сообщить вам важные детали. Если вы зайдете в интернет, то вы легко найдете, что постоянно, ежедневно порядок и жизнедеятельность Алматы обеспечивает чуть более двух тысяч полицейских, включая сотрудников национальной гвардии. Чуть более двух тысяч человек. И в день выборов только по Алматы будут работать 550 избирательных участков. Даже если считать по минимуму, на каждом избирательном участке будет находиться три человека, а где-то будет пять, где-то десять, пусть даже будет три. То есть, как вы видите, более полутора тысяч полицейских будут заняты на избирательных участках. Уважаемые наши сторонники, все те, кто планирует выйти на митинг, для вас очень важная информация. То есть, из более чем двух тысяч полицейских, свыше полутора тысяч будут находиться на избирательных участках. И для того, чтобы этот вакуум, дефицит полицейских, каким-то образом закрыть, власть из Павлодара, из Кокшитава, из каких-то, скажем, областных центров, из других местностей, подтянула к Алмате еще часть полицейских. Они живут в казармах различных и так далее. Одним словом, в реальности в Алматы будет обеспечивать порядок всего лишь тысячи четыреста полицейских. Это информация, которая ко мне приходит из недр Министерства внутренних дел. Но представьте себе, в двухмиллионный город всего тысячи четыреста полицейских. Да, они какие-то резервы формируют, там в случае какие-то эксцессы, еще там может быть тысячу, но в любом случае это не очень много. Хотя работники высшего командного состава Министерства внутренних дел сообщают, что ну в случае чего они готовы применить нам дубинки и все прочее. На самом деле я хочу вам сказать, какие приказы спущены вниз на разные уровни тех, кто будет охранять общественный порядок в городах нашей страны. В частности, по Алматы и по Стане полицейским дано указание, не применять никаких спецсредств, не вступать ни в какие конфликты, не преследовать людей, не задерживать. Но извините, даже за такие подробности, как мне люди пишут, именно из недр Министерства внутренних дел, даже если народ будет плеваться в вашу сторону, терпите. Это вот такая установка поступила рядовым полицейским. Поэтому, уважаемые друзья, я не первый раз говорю, мы организовываем мирный протест, мирный митинг, мы требуем отменить итоги этих выборов, этих фальшивых, нелегитимных выборов. Мы требуем провести честные выборы, внести поправки в закон, позволяющие каждому участвовать в этих выборах, в том числе и мне. И, уважаемые друзья, в связи с тем, что мы не являемся экстремистской организацией, сейчас вопрос вообще не стоит о том, что все организовывают демократические выборы Казахстана. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что перед каждым из нас, перед каждым из нас стоит выбор, как мы будем жить дальше. Завтра, после этих выборов, готовы ли мы терпеть то, что Назарбаев в 30 лет выстраивал в нашей стране? Готовы ли мы терпеть Хасанжомар Токаева, который заявляет, что он будет продолжать курс Нурсултана Назарбаева? Готовы ли вы терпеть этот произвол? Готовы ли вы жить в нищете? Завтра, полицейские будут вести себя стараться как можно корректно. Мы, безусловно, тоже должны организовывать мирный протест. Полицейским сказали, что они должны действовать аккуратно, разгонять только количество превышающих 10 человек, каким-то образом отсекать. Это возможно, наверное, в малых городах, но это невозможно ни в Алматы, ни в Астане, где на эти митинги пойдут тысячи человек. Тысячи. Мы получаем непрерывное сообщение. Кто-то приведет 30 человек, кто-то 10, кто-то 80. И эта власть знает, что завтра протестующих будет очень много. власть знает, что протестующие объединены одной целью добиться отмены итогов этого выбора, во-первых. Во-вторых, мирным путем. Мирным путем именно в соответствии с нашей Конституцией добиться смены этого воровского политического режима. Поэтому власть не сильно переживает, что будут беспорядки, и именно поэтому полицейские получили команду не применять силу, быть вежными, все прочее. Полицейскими они объясняют, что на день выборов в Казахстане будет очень много международных наблюдателей, свыше 1500 человек. В Казахстане свыше 250 журналистов, которые приехали из-за рубежа. Они представители в основном дальнего зарубежья. И за этими выборами наблюдают фактически все крупные страны, имеющие отношение к европейскому сообществу и к США. И Назарбаеву чрезвычайно важно показать легитимность этих выборов, которые уже нелегитимны, уже, что называется, шило в мешке не утаишь, этих подделок давления на людей, принуждения идти на выборы, их много. И поэтому наблюдатели получат много информации. Но надежда у Назарбаева, что тем не менее наблюдатель закроет на все это глаза. И даже если будут какие-то протесты, очень важно, чтобы не было никаких трений, каких-то острых процессов. И когда работники полиции рядовым сотрудникам говорят, что в нашей стране много международных наблюдателей, поэтому будьте терпеливы, никаким образом не оказывайте давление на протестующих, это правда, это часть правды. Полная правда заключается в том, что нынешний режим понимает, что протестующих будет очень много, и если власть вдруг начнет применять различные репрессии, оказывать давление на наших граждан, то это все для нынешнего режима закончится очень плохо, потому что общественный накал, политический градус настолько высокий, что любые попытки применить спецсредства, оказать именно давление, они кончатся для этого режима очень плохо, поэтому вы все должны знать, завтра режим будет стараться быть максимально корректным, и при этом ориентироваться, что в нашей стране много наблюдателей, международных СМИ, и будут стараться быть очень вежливыми и очень корректными. В этой связи я хотел бы обратиться к полицейским. Я знаю, что патрульным службам пообещали поднять заработную плату, якобы различными механизмом компенсации за жилье и так далее, довести до 320 тысяч тенге, но я уверен, что вы, конечно же, как любой человек, живете надеждами, но вы не верите, что эти обещания будут исполнены. Я хотел бы вам напомнить, что вас ожидает, если мы построим демократическую страну, если завтра власти придет правительство, избранное народом, народное правительство. Если завтра не будет должности президента, если завтра вы будете избирать Акимов, если именно завтра народ будет контролировать власть, а не как сейчас, когда небольшая кучка во главе с султаном Назарбаем контролирует всю страну. Я хочу вам сказать, еще раз напомнить, что ожидает вас. Давайте мы просто озвучим еще раз заработные платы. Притом они не фантастические. Я могу сказать, что в таких странах, как Литва, Латвия, Чехия, Польша, нижняя планка заработной платы начинается от 1200 долларов в месяц и больше. Но у этих стран нет нефти, газа, нет урана, нет таких гигантских природных ресурсов. И эти страны являются средними по своему уровню жизни. Поэтому я говорю не какие-то фантастические вещи, а абсолютную реальность, которую мы реализуем немедленно, как правительство демократического выбора Казахстана придет к власти. Итак, уважаемый полицейский, ваша заработная плата стартовая. У рядового сотрудника полиции будет начинаться от тысячи долларов. У лейтенантов заработная плата будет начинаться от двух тысяч долларов в месяц. У офицеров более высокого звания от трех до пяти тысяч долларов. Сейчас ваша заработная плата начинается от 80-100 тысяч тенге и чуть более. То есть ваша зарплата всего лишь 300-400 долларов. Сейчас вы живете в казармах. У вас нерегламентируемый рабочий день. Этих протестов будет все больше и больше. В этом году было немало протестов, вы их знаете. И дальше они будут только нарастать. И ваша жизнь уже сейчас тяжелая. Завтра она просто превратится в нескончаемый ад. потому что вы пытаетесь остановить море народного гнева, а его остановить невозможно. Потому что тот беспредел, который творил султан Назарбаев, никого уже не устраивает. Никто этого не будет терпеть. Я думаю, что вы общаясь со своими знакомыми видите это. Протест нарастает и уже неизбежно режим падет. Поэтому вам важно быть с народом. Вам важно завтра стать теми полицейскими, которые будут действительно защищать интересы наших граждан. И поэтому я хочу озвучить те цифры, которые реальны, которые во многих среднеевропейских и более ниже уровнем все это присутствует. И мы добьемся, сделаем немедленно в Казахстане. Итак, ваша зарплата начинается от 1000 долларов, лейтенанты 2000 долларов, более высший командный состав от 3 до 5 тысяч долларов. Но это не все, уважаемые полицейские. У вас проблема большинства полицейских с жильем. Смотрите, есть программа по обеспечению жилплощадью сотрудников правоохранительных органов. Если сотрудники не будут иметь собственных собственных жилья, они будут обеспечены служебной жилплощадью, причем вам ничего за него не нужно будет платить, кроме коммунальных расходов. В случае, если у вас в регионе, допустим, у министерства нет на балансе такого жилья, то государство просто выплатит вам денежную компенсацию, чтобы вы могли арендовать жилье у себя в регионе. дали нами разработаны жилищные программы ипотечные для работника правоохранительных органов. Вы не будете платить первоначальный взнос нисколько, ни полпроцента, ни один процент. Вы сразу попадаете в программу получения ипотечных жилья. Ставка не будет более пяти годовых сроком кредита на 20 лет. Ну, а будут, конечно, нормативы, не более 20 квадратных метров на члены семьи и суммарно не более 100 квадратных метров квартиры, которые вы можете получить по ипотечной программе. Далее, все сотрудники правоохранительных органов будут участвовать в страховых программах, которые компенсируют все затраты или какие-то проблемы, которые могут возникнуть для полицейского или членов его семьи в связи с особыми условиями труда, сопряженного с риском. В случае утраты трудоспособности государство будет пожизненно выплачивать пенсию в размере 50% от его заработной платы. Имейте в виду, ваша заработная плата не та, которая нынешняя, она будет идти от 1000 до 5000 долларов. Так вот, мы в случае, если потеря будет трудоспособности, 50% сохраним, будут выплаты пенсии раз, и дополнительно, дополнительно я хочу отметить, кроме 50% от вашей заработной платы будет выплачиваться дополнительная гарантированная пенсия до 400 евро или в размере 170 тысяч тенге. у вас сейчас зарплаты нет 170 тысяч тенге, а тут дополнительная пенсия 170 тысяч тенге, плюс основная пенсия 50% от вашей заработной платы, которая будет от 1000 до 5000 долларов. Вы просто вдумайтесь, какая огромная разница. Далее, сами сотрудники смогут получать бесплатное высшее образование и также повышать свою квалификацию за счет государства. Дети сотрудников правоохранительных органов также будут получать бесплатно высшее и среднеспециальное образование. Собственно, это будет для всех граждан страны, когда к власти придет правительство ДВК, но вы это имеете ввиду. Далее, медицинское обслуживание тоже будет бесплатно, это тоже будет у всех наших граждан, именно государственное медицинское обслуживание. и здесь мы даже говорим о том, что будут оплачены даже зубной партизированной со стороны государства для работников правоохранительных органов. И если говорить о пенсионной системе, то на пенсию будут выходить работники правоохранительных органов, то есть будут иметь право выходить на пенсию с 55 лет, если они проработали в правоохранительных органах не менее 20 лет. И вы получаете свою накопительную пенсию и к нему добавляется до 400 евро или сейчас это порядка 170 тысяч тенге к вашей пенсии. То есть ваша пенсия какая-то есть, которую вы получаете, будете получать через накопительную систему, к нему дополнительно 170 тысяч тенге, это гарантированная минимальная государственная пенсия. И будут различные льготы. Устройство детей, детские сады, школы вне очереди. Бесплатно ваши дети будут тоже находиться в детских садах. Бесплатный проезд в общественном транспорте. То есть я вам только озвучил часть льгот, которые будут при правительстве демократического выбора Казахстана. Такие льготы существуют во всем мире. Этих льгот больше, чем то, что я вам озвучил. Чтобы вы понимали, например, в Соединенных Штатах Америки рядовой полицейский получает зарплату приблизительно около четырех тысяч долларов в месяц. не как бы сейчас триста четыреста начинает именно четыре тысяч долларов в месяц и высший состав получает приблизительно где-то шесть, семь, восемь тысяч долларов в месяц. То есть понимаете, нам есть куда расти. И все это будет при новой власти. Уважаемые полицейские, ко мне приходят информации о том, что вы готовы перейти на сторону народа. Завтра вы можете сделать этот важный и решающий шаг не только для себя, но и для всей страны. Достаточно среди тех тысяч полицейских, которые будут завтра охранять общественный порядок, чтобы пятьдесят человек, сделая свой выбор и перешли на сторону народа, и вы увидите, что за вами пойдут остальные десятки полицейских. И мы именно завтра, завтра, послезавтра сможем изменить ситуацию в нашей стране и добиться перемен. Здесь очень важно, чтобы кто-то из вас сделал важный первый шаг. Вы станете завтра на слуху всего народа, вы станете завтра национальными героями, ваше имя навсегда будет вписана историю нашей страны. Именно вы сделайте свой первый шаг и за вами последуют другие полицейские. От вас зависит завтра многое. Уважаемые друзья, я озвучивал, что для того, чтобы добиться смены режима мирным путем нам нужно приблизительно 3-5 процентов от общего количества проживающих в том или ином населенном пункте. Если мы возьмем например Алматы, то 3% это приблизительно 50-60 тысяч человек. В Астане от миллионного города 3% это 30 тысяч человек. Так вот как только мы добиваемся объединения вот таких сил, добиваемся что в Астане 30 тысяч человек, в Алмате 50-60 тысяч человек, власть будет сменена мирным путем. Потому что при таком количестве протестующих, как показывает международная практика, полиция переходит на сторону народа и власть меняется мирным путем. меня спрашивают что будет когда сменится власть будут ли работать банки будут ли работать предприятия я хотел бы сказать следующее многие оболваненные хабаром этим режимом думали вот вдруг завтра умрет Назарбаев все будет очень плохо ну Назарбаев не умер мы ему желаем чтобы он жил дальше мы его посадим в тюрьму когда придем к власти он нам нужен живой так вот ушел Назарбаев с позиции президента солнце не пропало земля также вращается жизнь идет обычным чередом то же самое будет когда произойдет смена власти когда будет назначено временное правительство затем мы проведем выборы все будет работать все будет нормально более того все будет работать лучше мы будем жить свободной стране и мы сами будем вершить свою судьбу поэтому не переживайте мы знаем что делать как только в Алматы или в Астане выйдут протестующих соответственно в Астане 30 тысяч в Алматы 50 тысяч власть перейдет в сторону народа и я как организатор демократических выборов Казахстана немедленно приеду или в Астану или в Алмату немедленно буду участвовать в реформировании этой политической системы немедленно организую временные правительства я заверяю вас что мы справимся справимся со всеми проблемами которые возникнут в этот момент мы справимся потому что будет поддерживать весь народ потому что народ устал завтра решающий день завтра решающий день я еще раз хочу сказать уважаемые полицейские переходите на сторону народа завтра вы можете сделать исторический поворот в развитии нашей страны мы построим действительно независимое сильное и великое государство это не